Вам удобно? Вам удобно сидеть? Нормально. Всё, замечательно. Представьте, пожалуйста. Так, кто я? Да, да. Я Козелихин Алексей Фёдорович. Хорошо. Значит, родился 11 октября 1925 года в селе Виленко Михайловского района Московской области. Хорошо. У меня к Вам такой вопрос по предвоенным годам. То есть, было ли ощущение надвигающейся войны? Было. Потому что уже, в общем, я скажу, что страна уже готовилась. Правительство, например, тогда ввели жёсткие указы дисциплины. Значит, кто опоздает на работу на 15-20 минут, судили даже, давали по 15-20 процентов минут работы. Это наводили железной дисциплиной, то есть чувствовали, готовились, что, в общем, в стране нужна будет дисциплина. Это, как говорится, чувствовалось о том, что, значит, мы готовимся к войне. До этого такого не было. А вот начало войны, как Вы узнали о начале войны? Ну, о начале войны как? Слышали ли обращение Молотова? Ну, а как же, по радио объявили сразу обращение Молотова о том, что так, значит, Киев бомбили, нам объявили. И так это всё было. Ну, а что Вы думали в те времена о начале войны, причины, почему началась война? Ну, как сказать, мы были пацаны, мало о чём. Мы думали о том, что, значит, опасность была такая, жизнь была, прямо скажу, неплохая. Вот я без отца, уехал в те времена, без отца я с 10 лет остался. Вот в совхоз приехал, мы все, мать, сестра, все, мать больная была, сестра, не совершеннолетняя, сестра свинарка, я пастушком свиней устроился жить, значит, а вот в колхозе было плохо, потому что работать тогда тоже некому было, там на трудодни давали. Ну, а, в общем, жизнь налаживалась, стало просто каждый год, как говорится, всё лучше, лучше. Чувствовалось, что правительство, значит, заботилось о том, чтобы создать в стране какое-то благополучие или материальное благо. Ну, вот, а когда война началась, ну, все, конечно, испугались, страшно было о том, что, значит, попадём в рабство. И оно так и получилось. Представь себе, я вот на фронте-то был, и в Беларуси, когда освободишь столько мирных жителей, семью валялись. Жёны, дети убитыми, ни за что не прошло, немцы издевались. А слышали ли вы речи Сталина 3 июля 41-го? Конечно, слышали. Всё внимание было, сейчас все были прикованы к тому, чтобы следили каждый день за известиями, за всём. И каждый день, как говорится, всё это впугало нас. Чем ближе он, а он, передавали, что то захватил такой-то город, то-то захватил. И вот, когда Смоленск-то уже начали готовиться, всё в тыл отправлять, и скотины, и всё остальное, то есть, всё готовились, как говорится, к обороне. А какие впечатления на вас производили слова Сталина, Молотова в начале войны? Какое? Слушай, была, вообще, большая вера была. Большая вера была, уверена в победе. Он всегда говорил, наше дело правое, и мы победим, потому что на нас верлобно напала хашистская Германия. Поэтому, значит, воедино всё призывали, чтобы всё было сконцентрировано для фронта, для победы. А расскажите о том, когда и как вы были призваны на фронт. Ну, вот, знаете, я вам сказал, рассказывал, значит, что 18 марта 43-го года я был призван в армию. Хотя в январе 43-го пытался добровольцам ребят, которые в первой половине родились, я же в октябре родился, их 5-го января призывали, и я с ними тоже, помню, пошёл в районкомат добровольцам, а я там немножко на трактор работал, значит, в танковое искать, а я, говорит, танкистом пойду, ростом маленьким был. А мне ещё в районкомате капитан Сталина сказал, слушай, сынок, придёт очередь, иди, до тебя найдёт очередь. Ну, в общем, вот так. Ну, ребята, 5 января, причём, значит, по-моему, из них никто не вернулся, там пехотом упали. А пехота, это дело такое ещё. Ну, в общем, а вот 18 марта 43-го января, 24-го в Саранску прибыл в 9-й учебный полк, 9-й ЗРАП, звуковой разведенный полк. Вот там нас и готовили, значит, на звуковых разведчиков артиллерии. В каких сражениях, операциях вам пришлось принимать, довелось принять участие? Ну, значит, вот я сказал, от Смоленска начал наступать, считай, в Белоруссии и в Калининской области почти перед каждым посёлком, крупным таким населённым пунктом наступления участвовал. А большие города, это освобождение Витебска. Освобождение Витебска? И участвовал в операции «Багратион». Это 22-го июня 1944 года, операция «Багратион». Этой операции мы полностью освободили всю территорию Советского Союза, операция «Багратион» и «Багратион». И, значит, вошли в Восточную Брусью, 12 километров, значит, до Калининграда, значит, он Кенисберг назывался, Калининграда. Вот под Калининградом, значит, нас, мы не сумели его сходу прорвать, четверо суток там сражались, очень сильные бои. Он повесил ракеты, мы не знали, когда день, когда ночь, всё было в огне освещено. И вот, значит, ну, там, конечно, у него береговая крепость была, не сумели сходу её прорвать, четверо суток. Потом наша дивизия резервов главного командования, и мы действовали там, только где готовятся новые наступления. Видать, командование решило о том, что его сходу там больше не прорвать. Нашу дивизию, значит, направили на Курлянскую группировку. А Курлянская группировка – это от Тукумса до Лебава, то есть между Тукумсом и Лебавой. По фронту 180 километров, а глубина фронта была местами 70 километров и до 30. То есть мы его гнали в Балтийское море, и ему некуда было отступать, кроме как только через Балтийское море он мог отступать и увозить всё. И вот, значит, ну, там у него настолько всё было приготовлено, так обороны, траншеи даже все были этими плахами, тёсами оборожены. Это обычная земля, выросшие всё, и ходы. Вот сделаем наступление, артподготовку, ну, километров пять продвинемся, обратно остановку готовимся. И, значит, столько вы ещё там сил положили, потому что, смотри, с июня 1944 года до 9 мая там ползали в Курлянская группировка в этой. Вот. Ну, войну закончил я вот в этой, там, Лепая. Ле-Ипая, ну, она Лебава тогда называлась, а сейчас Ле-Ипая, она Лебава. И вот, там, значит, вот, после войны 6 месяцев ещё был Лаулевич, помогали внутренним войскам латышские и власовские банды в лесах скоровались ещё, нападали на наших граждан, доставали документы о мундировании на солдат, на группы. Ну, а в декабре, в декабре, 15 декабря, значит, наша дивизия должна, резерв главной команды должна быть, находиться в Пушкине, в городе, в Москве. Но Пушкин нас не принял, принял вот Владимир. И Владимир в Перековском городке, вот потом, после служил два с половиной месяца года. Это что-то 18 февраля 1948 года демобализовалось. Угу. Вот вспомните один или несколько наиболее ярких боевых эпизодов с Вашим участием? Их очень-очень много эпизодов-то. У меня, например, значит, вот, смотрите, главный такой эпизод запомнился. Значит, прежде чем занять боевой, значит, пост или где-то перед обороной размещение, где-то разместить, Вот я с командиром взвода, вашим лейтенантом, узбек, только приумку, пошли на реагностировку определять вес. И вот я только километр-болтора, наверное, до пердовой еще осталось, а там раньше шли немцы, я прыгнул в Чернадыше и ничего. А после меня этот лейтенант прыгнул на пехотные мины, ему оторвало ногу ниже, ну, в общем, выше мотолыжки, ниже колена пришлось нести. Вот этот случай. А потом очень случай такой был, вот Шауляй. Шауляй нам устроил. Шауляй что-то наступали и взяли, освободили Шауляй. Но он там не ожидал моего как-то быстро. Оставил Шауляй в городе магазины полно, там колбасы, масла, сахара, все только нет. И, главное, склады, вот эти все, винные цистерны были. И вот, знаешь, пехота как дорвалась, краном, значит, это мало им было, стали стрелять, простреливали пули. И вот он такую провокацию строил. В общем, ну, ребята остановились в городе и освободили край. А он через три часа дал контратаку, дал напиться, а отстаивать, защищать уже некому было. Все, пехота и все. И вот мы его отступали. И вот когда отступили, мы вот, кто был трезвый, кто это дело не употреблял, живые остались. Ну, через пару, через трех дней мы контратаку дали, мы его освободили. Город уже был пустой. Ничего не в магазинах, ничего нет. Но вот когда наступали, мы, значит, на старый Брянск шли, вот был такой страшный случай, никогда не забудешь и оставим. Значит, командир отделения у меня был справа, а слева был Пичугин. Вот попали и под немецкое шестиствольное миномет. Это такой миномет, как «Катюша» наша, очень сплошной. Ну, в общем, получилось, когда закончилось, лежали, я толкаю вверх кулоту. Володя говорю, вставай. А гляжу, а у него вот длинный такой осколок, вот я ему прям отрубила голова вот на шею. А Пичугину осколок вновь вот так попал. Вот так, а я живой. А теперь еще, когда связь, вот у нас была задача, все это делалось по связи. Если нет связи, значит, звукоприемник какой-то не запишет, уже не получится ли? А наша связь, вот я, главная, мы опускали станции центральные для того, чтобы все записали. И вот как порыв, то немедленно, за 15-10 минут надо устранить порыв. И вот бомбежка или машина, три с половиной километра связь, порвется, бежишь. И вот очередь побежала, помню, и попал под этот шестиствольный миномет. В горячую воронку лег, потому что уже когда много на фронте, каждый выстрел, знаешь, если мина, то не надо ложиться, в ногу ранить, если ляжешь, то тебе голову оторвет. Это уже настолько было все изучено, психически, как говорится, устроено. И вот, значит, ребята уже в бинокле смотрят, я упал, говорят, все. Послали уже другого на связь. А кончилось-то, я поднялся и соединил, а у нас 12 вольт было на связь-то. На язык щиплет, все, значит, я возвращаюсь. Я возвращаюсь, а мне навстречу Лешка Булатов бежит. Говорит, ты живой? А я, говорят, а ты куда? А я, говорит, мы, говорит, тебя считали мертвым. Вот, видишь, я до сих пор живу. И тут вот такие дела. Их столько эпизодов. А один раз, вот так, куда всхот попали, это Остриков в таншею лег. А я на его и на карабин привез. Так я на нем лежу, ему через меня как-то в ногу осколок попал. Мне опять нечего. Или себя, знаете, вылог и карабин прикладываю. Да, в прямом вот такие чаеса. Землянки. Все, лежим, значит, как тебе сказать. Вот, вот тут проход. А тут мы на ры лежим. И вот, значит, снаряд попал вот сюда. Вот, как вы сидите. Там в коридоре техника, катушки стояли в этой проходе. Много порвало, мобилотное. Мы все живые остались. Понимаешь, как вот, а, видать, так все осколки вперед шли. А вот так, видать, бывает. Да, один раз еще такой ночью развернутся обычно. На передний край он наблюдает, все время ночью идешь. И вот пять человек нас на посту там развернутся. Идем, развернутся, идем, прошли. Утром надо связь подвешивать. На земле нельзя, потому что где-то оголено, все уже не пустишь. Замыкание к земле. Это ток уходит, станцию не пустишь. Вот, пошел подвешивать. Мы пошли подвешивать. Подвешивать, подвешивали. Вот там, впереди, а, минная полоса примерно 3 метра ширины. А так, длины там, сколько-то определенно, сто или сто пятьдесят. Ну, связь-то мы проложили. Ниточка, проволочка. Как же мы пять человек ночью шли, ни один не задел за проволочку. Все живые остались. А днем, вот я говорю, стали подвешивать, невозможно. Вот потом уже лежа, ложились издалека, карабины расстрелили эти мины, проход очищали. Вот какие случаи боли. Потому что, все, таких эпизодов не... За два года с лишним не расскажешь все. Сейчас, говорю, это вспоминаешь и думаешь, как только судьба сохранила. А мы знаем, что советские солдаты на фронте проявляли массовый героизм. А что фронтовиков... Что было источником мужества для них? Очень интересно. Как же. Задача была победить, разбить врага. И вот, знаешь, было такое настроение, что вроде бы убило бы их или все. Тяжелые были моменты. В район Туршский район Белоруссии, там лесов не было. Один период. В баню, значит, то в леса мы ходили, а то что-то в баню недели три или четыре не ходили. А зима была. Зимой давали белье, потом теплое белье, брюки ватные, телогрейка, ну и потом шинели, шубок. Только вот шесть столько было. Вечером в землянке, значит, это кабель или из гильзы делали такую коптилку, что вот отряхвили прям с рубцом. Все расчесано. Думали, хоть все в крови, вот груди лежит, хоть бы скорее убило. Вот так настроение такое было. А потом, значит, это усыпной див. Ты знаешь, сколько ребят, командира сменили, тоже от командира зависело. Нового командира прислали, тот начал ночами за девять, за десять километров в баню. Бочки такие организовали, и прожарка, и в паланках бочка, жарка, вонючая. Ну, раза три-четыре вот сходили, и все, оживели. А так, наверное, процентов пятнадцать лично составом потеряли из-за тифа. Чего только не было. Ну, смотри. А, значит, вот говорю, а последние дни-то, когда уже вот-вот чувства мои обрежали, так жить охота. Думаешь, что будет после, как будем жить? Знаешь, думали, ну, победим будем, знаешь, как жить. Хорошо. Вот такое настроение было для того, чтобы победить. А можете рассказать о подвиге? О подвиге, которым вы были свидетелем. Вот на фронте много подвигов случалось. Вы были свидетелем какого-нибудь из подвигов? Ну, тут как? Я... Подвиги... Тут очень много... Какие подвиги? Я на передовой. А дело в том, что, значит, мы к каждой подготовке, мы координаты засекали у противника огневой точке. А... Было вот так тоже. Командиры... Надо высоту взять, из которой он наблюдает передвижение фронта. И вот... Посылали, значит, это... Вот... Роты... Звона для того, чтобы... Эту сотку взять и выгнать. Ну... И скажу, что... Были случаи, что... Целые злода... Они погибали. Но потом, смотришь, все-таки, кто-то там пробирался и... Эту сотку брали. Один раз, вот помню, человек пять остались живых, и они сумели с этой сотки выгнать немцев. А так... А так... Какие, может быть, подвиги? Потому что мы... Мы... Отбой. Все вперед, а мы отбой. Только когда в обороне все чудеса видели. Вот я смотрю, у вас очень много наград, а можете рассказать, за что хотя бы несколько из них вы получили? Ну, так вот, я говорю, ну, я рассказывал, вот это, значит, когда засек эту батарею, бронепоезд, бил по наблюдательному пункту дивизии, и вот там ранило, видать, командира дивизии, за это. А так, я скажу, у нас героизм нет, мы общее дело делали, засекали целиком батареей, все батареей, и, как скажу, что война кончилась, мне, правда, медаль за боевые заслуги еще был случай, значит, что-то... В общем, что-то быстро я ликвидировал порыв, вот, пожалуй, за тот случай, что шестивольный гномет накрыл. А так, а так, война кончилась, кто не был награжден, приказ пришел всех наградить, и по разнарядке, он, как он, какой-то при советской власти пятилетку, когда был, я вот в кадрах был, когда, значит, столько-то коммунистов, столько-то членов профсоюза, столько комсомольцев, наград, ординар, так и там, вот тогда дали, значит, командиру батареи, кому звездочка, можно славу, в какой-то момент за отвагу, вот, вот так вот наградили. А, в общем, за эти все месяца нас вот, я и еще человек, которые только были награждены, остальных никакого наград не было. и все герои, все вот, надо вот взять, форсировать Днепр, форсировать, остался кто в живых, вот, а там, там, командиру дивизии тоже давали, вот, пять тебе орденов, или пять, или столько-то героев, и кто остался, командир дивизии представлял. вот, 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 все это дело так было. А, самые большие ордена, я знаю, не, не, не сюда говорить, так же.